Приветствую вас, дорогие друзья! Ну вот мы добрались и до третьей части валяния игрушки из шерсти, а именно голубой коровки. Сейчас мы приступаем к валянию ножек. Я для ножек использовала щеточки из табачного магазина. Они такие интересные, пластичные, мягенькие, очень удобно с ними валять, они не травмируют практически иголку. Вот можно смело втыкать и иголка не ломается. Там какая-то очень тонкая проволочка вставлена. И можно эти ножки потом загибать в любом направлении. Очень такой послушный мягкий материал. Но в то же время какая-то основа, какой-то металлический каркас. Вот таким образом я уваливаю заготовочку из шерсти, так чтобы она была очень-очень плотной. И туго-туго заматываю, что упрощает, ускоряет процесс валяния. Фиксирую сначала одну иголку, потом двойной иглой. И потом вот этим приспособлением из семи иголок. Вбиваем шерсть до очень плотного состояния, чтобы нога стучала, как косточка пальца на стол. В общем, должна быть очень жесткая. Наращиваем объем, дальше продолжаем до нужного параметра. Это проволочка, это щеточка, вернее, для очистки трубок. Она совсем недорогая, там 5 рублей штучка. Но валять с ней гораздо удобнее. Примеряем уже, прикидываем размер и дальше идем в следующую ножку. Делаем все абсолютно симметрично по размерам. Если надо, то даже взвешиваем шерсть, чтобы у нас была плотность одинаковая. Не только визуально, да, на глаз они были одинаковые. Но чтобы они одинаковые были провисаны. Тогда у них будет и плотность одинаковая, абсолютный размер. Обязательно оставляем рыхлую вот эту часть, которую мы потом будем присоединить к туловищу. То есть мы уваливаем только сами вот эти ножки. Оставляем вот эти части под копытца перпендикулярными, да видите, по направлению к самой ноге. То есть абсолютно плоскость должна быть. Ничего не закругляемого, а вот именно плотненько трамбовываем в ровнюю поверхность. Потому что было удобно клеить копытца. Копытца у нас будет кругленький, как таблеточки. Ну нижняя часть у нас у ножек поуже, верхняя часть конечно потолще. Вот видите, я показываю, где взвешиваю ноги. Они у меня визуально вроде бы все одинаковые. Верхние ножки у нас потоньше, нижние потолще. Вот результат взвешивания показал, что у нас нижние ноги отличаются очень сильно поверх. Два грамма шерсти это очень много. И дальше начинаем также прибавлять шерсть, чтобы уравновесить наши ноги, чтобы они были более-менее одинаковыми. Вот такой процесс на щёточке уваливания значительно ускоряет процесс валяния. Для валяния использую совершенно разную шерсть и мереносовую, и овечью, и обрезки. У меня была шерсть руно овцы. И там остались обрезочки от валяния кошечки. И вот я это всё смешиваю. Оно прекрасно всё это смотрится и валяется прекрасно. Вот так вот примеряем ручки, ножки. Здесь у нас всё устраивает, мы приваливаем. Сначала одинарной иглой. Кручёная игла, конечно, лучше всего здесь подходит. Она очень хорошо всё это делает, приваливает. Ну и как же без этого чудо приспособления семи игл. Ускоряет процесс, конечно, работы многократно. Вот без щёточки, без этой иглы, это, конечно, было бы достаточно геморрой. Вот так в процессе работы обязательно примеряем голову, да, чтобы у нас пропорции соблюсти, где что нарастить. Смотрим, что видим, что у нас тощий зад какой-то получился довольно-таки. Надо его нарастить. Но прежде чем наращивать дальше, да, объём. Мы здесь тоже себя прощупываем, чтобы не было рыхлых мест, впадин, вмятин, чтобы пальцем не продавливалось. Всё очень хорошо утрамбовываем. И дальше продолжаем наращивать массу коровки. Потому что, видите, у неё низа, не хватает низа, не хватает бёдрышек таких аппетитных. Здесь всё это делается на глаз. Вот какой она форму сама просит, так скажем. Животик, да, напрашивается. Вот здесь я здесь приваливаю таким образом, чтобы и животик нарастить сразу. Вот это всё много-много-много раз нужно проработать иглами очень тщательно. Рога и копыта я буду делать из полимерной глины. Обыкновенная, которая придётся в магазинах. Глазки я долго... У нас тут проблема с глазами, конечно. У нас в магазине вроде есть пару кадюлей, но глаза нужного размера найти проблематичные. Я попыталась расписать глаза сама, но что-то коровке это не понравилось, так скажем. Вот, а я взяла, купила, нашла всё-таки глаза нужного размера. Вот таким образом я удаляю излишки шерсти, которую у нас... Ну, не туда вдруг нарастили, да. Берёте обыкновенный крючок, сдираете и за него приваливаете. Я беру обыкновенные глаза стеклянные, стираю ацетоном краску внутри, потому что она там просто на голубая, да, коричневая, ну, и смотрится как-то искусственно. И крашу акриловыми красками металликом, перламутром. И получается такой живой глаз довольно-таки, с глубоким взглядом. Вот это я показываю, как я пластик закешиваю, да. Берём обыкновенный белый пластик, туда я, значит, замешиваю краску масляную, красную с белым на кисточку, буквально чуть-чуть, и вот добавляю, добавляю до нужного оттенка, чтобы у меня цвет был как вот пятачок у коровы. Добиваемся такого цвета, как у коровки носик. Вот здесь я леплю копытце, видите, это обыкновенный пятачок, да, диаметром у нас с размером ножки, как нам нужно, ну, как нам нужно. Один краешек я просто спицы продавила, да, чтобы сформировать наподобие копытца, и ложки слегка загнуты. Запекаем в духовке, ну, буквально минут 5-10. Я, конечно, запекаю не при 130 градусах, это многовато, мне кажется. Ну, для моей духовки у меня там всё подгорает. Я запекаю при 100 градусах, на 110 вот так вот. Смотрите по своей печке, буквально 5 минут достаточно, чтобы детали очень мелкие, чтобы они пропеклись и не начали изменять цвет. Вот таким образом века, да, я оттеняю немножечко, голубыми тенями, да, как бы, чтобы вот эти глаза, да, которые я списала, и вот реснички магазина, да, которые продаются обыкновенные кукол. И мне это, конечно, очень не понравится, эти глаза на тот момент. Я потом стала искать эти глаза, которые в итоге останутся у меня. И ресницы я купила, конечно, которые используем на праздники мы. Купила, кстати, на распродаже, недорого, удачные реснички. Они очень эффектно смотрятся, очень удобно вообще, легли как надо. Здесь я показываю процесс пришивания головы. Резинка, значит, я купила резинку для плетения бисером, она крепкая довольно-таки. В два раза сложила, и у меня, получается, четыре резиночки проходят, да, вот, ее протыкаются и еще на раз. То есть восемь крат резинка проходит восемь раз. Это очень такое сильное крепление точное, и при этом голова хорошо прижимается и фиксируется, и вращается с потом. Все-таки я пробовала леской крепить, но все-таки мне больше всего понравилась резинка. И все, голова на своей месте прекрасно сидит. Вот эти реснички обыкновенные, да, которые мы клеимся из направлений. Значит, они идут симметрично, что очень удачно, да, один край уже, другой край шире. Мы широким краем клеем к внешнему краю глаза, узеньким краем к внутреннему. Ну, все, она вот так хорошо ложится. У меня там, в принципе, у самой реснички есть клей какой-то. Но я клею на момент, на прозрачный. Его достаточно для этого. Более суровый клей лучше не применять, потому что будет жестко очень. Ну, как видите, я глазки вот эти вот. Уже их просто, я говорю, стираю тот краситель, который идет от заводской, да, и перламутра вот голубой краской покрасила внутри. Видите, какой эффект у глаз. Совсем не то, что мы покупаем в магазине, да. Повезет, если вот такие, да, есть в продаже. Ну, вот так вот я выкрутилась глазами. Вот такая получается у нас коровка. Ждите четвертую часть. До встречи. Пока.